Решение о сокращении зарплат госслужащих непопулярное, но необходимое. Сенатор от Ненинского округа Вадим Тюльпанов поддержал решение губернатора Игоря Кушина о снижении зарплат государственным служащим. В режиме заморозки федеральный материнский капитал не будет индексироваться до 2020 года. Соответствующее решение приняло правительство России. Без сучка и задоринки. Избирательной кампании в Ненинском округе поставлена удовлетворительная оценка. Итоги выборов подвели на специальном совещании. Мы продолжаем наш информационный час. С вами в студии Илья Сахаров. Сенатор от Ненинского округа Вадим Тюльпанов поддержал инициативу губернатора округа Игоря Кушина о сокращении зарплат госслужащих на 20%. По мнению члена Совета Федерации, региональные чиновники должны следовать примеру федеральных и в случае необходимости снижать расходы на содержание госаппарата. Вадим Тюльпанов напомнил, что к этим мерам уже прибегли и Государственная Дума России, и Совет Федерации, и другие федеральные органы государственной власти. Из-за сложной экономической ситуации, которая возникла в нефтяном регионе вследствие внешней нестабильности на сырьевом рынке, необходимо прибегать к экстренным мерам. У округа два пути выхода из положения – федеральные трансферты и сокращение собственных издержек. Поэтому решение о сокращении зарплат госслужащих непопулярное, но необходимое. Также считаю, что федеральные ведомства, в частности Министерство финансов России, должны при распределении федеральных трансфертов использовать особый подход в отношении таких субъектов, как НАО. Федеральный бюджет получает с территории округа ежегодно 50-70 миллиардов рублей в виде налогов. Сегодня пришло время протянуть руку помощи, подчеркнул Вадим Тюльпанов. Напомним, на внеочередном заседании администрации округа Игорь Кошин объявил о сокращении зарплат окружных госслужащих и лиц, замещающих госдолжности, на 20%. Сэкономленные на чиновниках 200 миллионов рублей пойдут на выплату доплаты к пенсии, которая находится под угрозой из-за неравномерного поступления сократившихся в разы доходов. Законопроекты, сокращающие денежное содержание государственных гражданских служащих, направлены на рассмотрение в собрании депутатов НАО. Избирательная комиссия Ненецкого округа подвела итоги выборов депутатов Госдумы седьмого созыва. По словам председателя окружного избиркома Григория Попова, ход избирательной кампании организации «Единого дня голосования» получила положительную оценку. Все, кто был причастен к этому масштабному процессу, собрались во Дворце культуры Арктика. Выборы любого уровня – мероприятие сложное, как с точки зрения выборного законодательства, так и с точки зрения практических мероприятий. Любые выборы – это гигантское хозяйственное мероприятие, за организацией которого стоит большое количество людей, отметил в начале встречи председатель окружного избиркома Георгий Попов. Лучшая оценка нашей деятельности – это отсутствие жалоб со стороны населения. Если перефразировать его слова, то лучшая оценка нашей деятельности – это отсутствие жалоб со стороны участников избирательного процесса. Что, собственно, и есть в нашем регионе. Потому что власть избрана, то есть федеральный парламент избран. Никаких судебных разбирателей, судебных тяжек ни в каких инстанциях, ни на уровне ОКУ, ни на уровне Верховного Суда Российской Федерации, по итогам выборов по отношению к нашему субъекту и к 221-му адмонатату избирательного ОКУ нет. То есть мы с вами отработали сугубо в рамках правового поля, и наша работа признана удовлетворительной в целом. Без сучка и задоринки выборы депутатов Госдумы 7-го созыва прошли без единого замечания. И это заслуга всех, кто работал в этой избирательной кампании. Помимо открытия организации избирательных участков, еще необходимо осуществить большую работу по разгозу документации, оборудования, провести досрочное голосование, особенно на федеральных выборах. Досрочка у нас доходит до 4 тысяч. В этом году нам удалось охватить досрочное голосование 3 956 избирателей. Это очень хороший показатель для неизко-автономного округа. Для сравнения, я скажу, что в 2011 году, когда проходили выборы депутатов Госдумы 6-го созыва, досрочное голосование составило чуть более 2 800 избирателей. Удалось охватить досрочное голосование. Завоз и вывоз документации в отдаленные населенные пункты округа, вылеты на досрочное голосование на месторождении в Тундру. В выполнении этой миссии огромную роль традиционно играет Наринмарский авиаотряд. За всю избирательную кампанию было совершено 24 рейса. Налет составил более 100 часов. Благодарность за помощь в освещении избирательной кампании избирательная комиссия выразила региональным средствам массовой информации. Так сложилось, что аппарат избирательной комиссии настолько маленький, настолько мобильный или функциональный, но он все-таки нуждается в поддержке, в освещении именно средствам массовой информации. При службе у нас один из них нет, но зато у нас есть мощная опора в тех региональных печатных СМИ и телерадио-компаниях, которые нам помогают регулярно освещать выборы и избирательную кампанию в целом. Все, кто был причастен к избирательной кампании и выборам, удостоились грамоты и благодарственных писем от окружного избиркома. Награду получила и Нинецкая телерадиообещательная кампания, заняв первое место в конкурсе за лучший материал по освещению избирательной кампании и выборов депутатов Госдумы 7-го созыва. Завершится федеральный избирательный цикл в 2018 году выборами президента страны. В этот же год жители Нинецкого округа выберут депутатов регионального парламента и Архангельского ЗАГСобрания. Правительство России одобрило законопроект о заморозке индексации материнского капитала. Законопроектом предполагается приостановить до 1 января 2020 года ежегодный пересмотр с учетом темпов роста инфляции размера материнского семейного капитала. В министерстве причину такого решения объясняют тем, что материнский капитал не является ежемесячной выплатой, по которой предусмотрен переход на фактическую инфляцию. Сейчас размер материнского капитала составляет 453 026 рублей. Программа действует с 2007 года. Изначальный размер выплаты по ней составлял 250 000 рублей. Программа была введена до 2016 года, однако в декабре 2015 срок ее действия был продлен на 2 года, по 31 декабря 2018. На выплату материнского капитала в проекте бюджета пенсионного фонда заложено 330 миллиардов рублей в 2017 году и почти 345 миллиардов рублей в 2018. В Нинецком округе началась подготовка к году экологии. Регионы и профильные организации готовят проекты по сохранению экологического разнообразия. В Нинецком округе планируется большой спектр направлений работы, от создания новых природоохранных зон до очистки берега Печоры от старых судов. Упорядочить осуществление торговой деятельности на территории региона. Законопроект, который предусмотрит наказание за нарушение норм, представила прокуратура Нинецкого округа. Прокуратура Нинецкого округа представила законопроект об административных правонарушениях. Им устанавливается административная ответственность за торговлю в неустановленных для этих целей местах. Будет рассмотрен проект в двух чтениях. Как считают разработчики, торговля в неустановленных местах не только создает угрозы для жизни и здоровья граждан, но и нарушает права законопослушных предпринимателей. Принятие законопроекта позволит упорядочить осуществление торговой деятельности на территории региона, создав тем самым благоприятные условия для развития добросовестной конкуренции. В проекте предусматриваются штрафные санкции в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей для граждан, для должностных лиц от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц от 10 тысяч до 30 тысяч рублей. К законопроекту поступили предложения от администрации Заполярного района, города Наринмара и рабочего поселка Искателей. Его поддержали ряд сельских муниципальных образований округа. Законодательная практика в соответствующей области существует во многих субъектах России, в том числе в Хабаровском крае, Московской, Архангельской, Новосибирской, Тульской, Свертловской и Вологодской областях. В 2017 году в Ненецком округе появятся экологические тропы для бюртвотчеров и новые природоохранные зоны. В преддверии Года экологии в России в Наринмаре прошла большая встреча. На круглом столе собрались представители окружной власти, Всемирного фонда защиты дикой природы, некоммерческих организаций и всех заинтересованных лиц. Участники встречи поделились планами мероприятий и обсудили совместные проекты. 5 января Владимир Путин подписал указ о проведении Года экологии в России в 2017 году. С этого времени регионы и профильные организации готовят проекты по сохранению экологического разнообразия. В Ненецком округе планируется большой спектр направлений работы от создания новых природоохранных зон до очистки берега Печоры от старых судов. Заповедник Ненецкий готовится не только Году экологии, но и 20-летнему юбилею. Разработана программа конкурсов, выставок и акций, в которых активное участие примут жители округа. В новом году будет продолжена работа по развитию бюрдводчинга. В этом году специалисты из Норвегии побывали на территории заповедника и провели первые работы по проектированию и строительству наблюдательного пункта за птицами. На 2017 год это обустройство экологических троп на полуострове «Костяной нос» по проекту, выполненному специалистами декоцентра заповедника и экологической тропы у вольера сбора медведей в микрорайоне поселка Падил. Строительство наблюдательных пунктов за птицами для первых почерок по проектам, выполненным в рамках международного сотрудничества. Представители Всемирного фонда защиты дикой природы проведут пространственное планирование в Печорском море. Это будет способствовать разрешению конфликтов между рыбаками и нефтегазовой отраслью, позволит расширить деятельность по сохранению биологического разнообразия. Ненецкий округ также войдет в число участников проекта, в том числе за счет некоммерческих организаций. У нас есть несколько организаций некоммерческих, которые работают в сфере охраны окружающей среды. К сожалению, активность пока данных организаций не такая большая, потому что, чтобы организовывать какие-то мероприятия, необходимо, мы прекрасно все понимаем, финансирование и прочее. Тем не менее, в качестве какой-то экспертной функции и в качестве общественного мнения они активно принимают участие. Работа волонтеров и общественных организаций уже выливается в конкретный результат. К примеру, Союз оленеводов и группа компаний «Май Арктик» несколько месяцев приводили в порядок маячный комплекс на острове Матвеев. Несколько групп волонтеров частично восстановили старый жилой дом и убрали мусор. Эксперт из Москвы Алексей Григорьев предлагает задействовать НКО в составлении рейтингов экологической ответственности топливных компаний. Подобные рейтинги заставляют недропользователей более ответственно относиться к экологической безопасности. Все компании оцениваются по трем разделам – экологический менеджмент, масштаб воздействия на окружающую среду и уровень открытости для общественности. И как работают малые компании, которые у вас есть, которые вообще пока вне поля нашей, потому что они слишком малые для нас. Но у вас там, в общем-то, активные недропользователи. Итогом круглого стола стала договоренность участников продолжить работу по совместным проектам. Одна из природоохранных зон, над созданием которой сегодня ведется работа, будет расположена на острове Вайгач. Там планируют создать национальный парк, который позволит сохранять редкие виды животных и историко-культурные объекты. Какие еще перспективы ожидают остров и его жителей, нам рассказали разработчики проекта. Остров Вайгач – один из уникальных уголков мира, удаленных от воздействия цивилизации. На побережье острова вьют гнезда гаги, гагары, устраивают лежбище, моржи и охотятся белые медведи. Из 80 видов птиц 11 занесены в Красную книгу. Под охраной государства и редкие лишайники и водоросли, несколько видов животных. Помимо биологического разнообразия, Вайгач ценен культурным наследием. Многим известно, что на острове располагается древнее святилище ненцев. Глава всех божеств Семилики Высоко стоит в окружении 400 небольших деревянных и каменных идолов. Поклоняться духом сюда приезжали ненцы со всех тундр, даже из-за Урала. Знакомство с флорой и фауной, а также укладом жизни ненцев может стать хорошим началом для развития туризма на Вайгаче. По опыту других подобных национальных парков мы знаем, что существует «Русская Арктика» с 2009 года, которая также включает ряд арктических островов. Предположим, там рост числа туристов, которые посещают острова, очень существенен. То есть, в 2015 году более тысячи человек посетило острова, входящие в «Русскую Арктику». И я думаю, что к Вайгачу интерес будет не меньше. Но прежде чем везти на остров туристов, необходимо подготовить инфраструктуру. Гостиницы, точки питания, транспортные маршруты станут стимулом к развитию территории. В этом, по сути, и есть главная задача создания национального парка. Этот статус даёт возможность, с одной стороны, развивать территорию, с другой – сохранять историко-культурные и природные богатства. Для единственного населённого пункта на острове – посёлка Варнак, где нет никакого производства, кроме традиционных промыслов, национальный парк может стать отправной точкой развития. Так, из 50 постоянно проживающих жителей, около 20 не имеют постоянной работы. Сегодня они занимаются охотой, рыбалкой и оленеводством, что, кстати, на территории парка не запрещено. «Все традиционные виды природопользования, которые действуют на этой территории, они просто упорядочиваются и, более того, приводятся в соответствии с современным этапом вот этого вида природопользования, который существует. Местные жители, рассматривая проект того или иного национального парка в любом субъекте, они фактически участвуют в написании положения развития своей собственной территории. Ведь тот устав национального парка любого, который принимается за основу его функционирования, утверждается на уровне Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, он подготавливается с учётом замечаний и самым активным непосредственным участием местных жителей». Сегодня с местными жителями ведётся разъяснительная работа. Кроме новых рабочих мест, это принесёт ощутимый результат в борьбе с браконьерством. Не секрет, что на остров ежегодно приезжают охотники за белыми шкурами, которые доставляют немало хлопот островитянам. Сегодня в России около 150 особо охраняемых территорий. Одни из недавно созданных – Онежское поморье, Русская Арктика, Национальный парк, Кенозерский. Если о последствиях создания первых территорий говорить ещё рано, последний уже принёс ощутимый результат жителям Кенозерия. В деревнях открылась молочная ферма, лавки продаж грибов, ягод, сувениров. Туристы с удовольствием пробуют местные шанги по старинным рецептам, плетут коробы из березцы под присмотром мастеров народных промыслов и совершают прогулки по многочисленным экологическим тропам. Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого округа внедряет новые формы работы при иммунизации населения от гриппа. Доступная защита от гриппа в доступном месте. Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого округа внедряет новые формы работы при иммунизации населения от гриппа. Вакцину предлагают сделать вне стен поликлиники. Одним из таких мест стал дворец культуры Арктика, где прививочный кабинет развернулся в одном из кабинетов. Прививки от гриппа предлагали сделать пришедшим на концерт. Иван Егоров – один из пациентов передвижного прививочного кабинета. Здесь всё как в поликлинике. Приём ведёт терапевт и прививочная медсестра. Пациента спрашивают о самочувствии, записывают личные данные и вакцинируют. Буквально несколько секунд, и человек защищён от серьёзного недуга. Сегодня прививка является самым эффективным средством от гриппа. Иммунитет после введения вакцины формируется через 14 дней и сохраняется в течение одного года. В осенью сейчас идёт эпидемия. Мы знаем, какие последствия могут быть гриппозные инфекции в виде пневмонии, различных обострений легочных заболеваний. Кроме того, вирус гриппа влияет на организм в целом, снижая иммунитет и провоцируя обострение хронических заболеваний. За несколько минут работы передвижного прививочного кабинета привились 9 человек. Это хороший результат, отмечают медики. В целом, по данным Центра гигиены и эпидемиологии в Нейнском округе, противогриппозной вакциной привито более 7600 человек. Это 44,5% от планируемых к вакцинации. Из них детей 1752 человека. По-прежнему наиболее низкие темпы иммунизации в посёлках Искатели, Нельмином Носе, Красном и Внисе. Наиболее активно прививочная кампания против гриппа проходит в Нижней Пёше, а также посёлках Каратайка и Усть-Кара. Мария Владимирова, Дмитрий Марков, Вадим Носкин, Телеканал «Север». Продолжение следует...